На горах Павел Иванович Мельников, Андрей Печорский Часть первая Глава первая От Устья-Оки до Саратова и дальше вниз Правая сторона Волги горами зовется. Начинаются горы еще над Окой, выше Мурома, Тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются. Там только, где с правого бока река в Волгу пала, А таких рек немного. Места на горах ни дать не взять Окаменелые волны бурного моря. Горки, пригорки, бугры, холмы и зволоки Грядами и кряжами тянутся во все стороны Междолов, логов, оврагов и суходолов. Реки и речки колесят во все стороны, Пробираясь между горей И на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси Редко такие реки найдутся, как пьяно. Пьяно упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине четырнадцатого века. И тогда еще по поводу поражения Нижегородской рати Ордынским царевичем Рапшой Сложилась пословица «За пьяной люди пьяны» Свияга да Кудьма Еще первыми русскими насельниками Пьяной Река зато прозвана Что шатается, мотается она во все стороны Ровно хмельная баба И, пройдя верст пятьсот За крутасами да изворотами Подбегает к своему истоку И чуть не возле него В суру вливается Свияга-то еще лучше куролесит Подошла к Симбирску Версты полторы до Волги остается Нет Повернула-таки в сторону И пошла с Волгой рядом Волга на полдень А она на полночь И верст триста Реки друг дружке навстречу текут А сриться не могут Кудьма-то совсем коке подошла Только бы влиться в нее Так нет Вернула в сторону До верст за сотню оттуда В Волгу ушла Не захотелось Сестрицей ей быть А дочерью Волгиной Так говорят И другие реки и речки На горах Все до единой Изверисты Издревле Та сторона была крыта Лесами дремучими Сидели в них Мардва, Черемиса, Булгары, Буртасы И другие языки чужеродные Лет за пятьсот И поболее того Русские люди Стали селиться В той стороне Константин Васильевич Великий князь Суздальский В половине четырнадцатого века Перенес свой стол Из Суздаля В Нижний Новгород Назвал из чужих княжений Русских людей И рассерил их По Волге, По Оке и По Кудьме Так летопись говорит А народные предания Вот что сказывают На горах то было На горах На Дятловых Мардва Своему Богу молится К земле матушки На восток поклоняется Едет Белый царь По Волге реке Плывет Государь По Волошке На камешке Как возговорит Белый царь Людям своим Ой вы Гой Иси Мои слуги Верные Слуги Верные Неизменные Выпадите-ка Погрядите-ка На Тереногоры На Дятловы Что там За березник Мотается Мотается Шатается К земле Матушке Преклоняется Слуги Пошли Поглядели Назад Воротились Белому царю Поклонились Великому Государю Таку речь Держат Не березник Кто Мотается Шатается Мар-2 В белых Балахонах Богу Своему Молится К земле Матушке На восток Преклоняется Вопросил Своих Слуг Белый Русский Царь А зачем Мар-2 Кругом Стоит И С чем Она Богу Своему Молится Ответ Держат Слуги Верные Стоят У них В кругу Бадьи Могучие В руках Держат Мар-2 Ковши Заветные Заветные Ковши Больше На Больше Хлеб Да Соль На Земле Лежат Каша Яичница На Рычагах Висят Вода В чинах Кипит В ней Говядину Янбет Варит Янбет Один Из Прислужников Мордовского Жреца Как вас Говорит Белый Русский Царь Слуги Вы Мои Подите Дары От Меня Мордве Отнесите Так Ей На Моляне Скажите Вот Вам Бочонок Серебра Старики Вот Вам Бочонок Злата Молельщики На Мордовский Молян Вы Прямо Ступайте Мордовским Старикам Сребра Злата Отдайте Верные Слуги Пошли Царский Дар Старикам Принесли Старики Сребра Злата Приняли Сладким Суслом Царских Слуг Напаяли Слуги К Белому Царю Приходят Вести Про Мордву Ему Доводят Угостили Нас Мордовские Старики Напоили Суслом Сладким Накормили Хлебом Мягким А Мордовские Старики От Белого Царя Казну Получивши После Моляна Судили Редили Чтобы Белому Царю Дать Что По Великому Государю В дар От Мордвы Послать Меду Хлеба Соли Набрали Блюда Могучие Наклали С молодыми Ребятами Послали Молодые Ребята Приуставши Сели Мед Хлеб Соль Поели Старики Не узнают Земли До Желтой Песку В Блюда Накладали Наклавши Пошли И Белому Царю Поднесли Белый Русский Царь Землю И Песок Честно Принимает Крестится Бога Благословляет Слава Тебе Боже Царю Что Отдал В мои Русские Руки Мордовскую Землю И Поплыл Тут Белый Царь По Волге Реке Поплыл Государь По Волошке На Камешке В Левой Руке Держит Ведро Русской Земли А Правой Кидает Ту Землю По Берегу И Где Бросит Он Горсточку Там Город Ставится А Где Бросит Щепоточку Там Оселенье Ц Таковы Сказания На Горах Идут Они От Дедов От Прадедов И У Русских Людей И У Мордвы С Черемисой О Русском Заселенье По Волге Преданье Одно Русские Люди Чуждую Землю Заняв Селились В ней По Путям По Дорогам Вдаль Они Не Забирались Чтоб Середи Враждебных Племен Быть Наготове На Всякий Случай Друг Ко Дружке Поближе Продолжение следует... Продолжение следует...